Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги Иисуса Сына Сирахова Читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет Ну вот у нас основная часть книги, она про грехи, покаяние, мудрость и глупость Такие противоположные начала 21 полностью в это вписывается И здесь заходит речь о грехах Он как бы постоянно об этом напоминает Вот мудрость, глупость, грехи, покаяние Или там греховность, праведность А конкретно что ты имеешь в виду И тут он начинает рассказывать про конкретные вещи Ну вот снова к общим Сын мой, если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись То есть все просто, да Согрешил, ну остановись и проси прощения у Бога за совершенное Беги от греха, как от лица змея Ну ядовитая змея ползет в ту сторону, ты конечно от нее убежишь Ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя Зубы его, зубы львины, которые умрешляют души людей Всякое беззаконие, как обаида острый меч Ранее от него нет исцеления Вот грех это змея Коварная такая, да, малоприметная Лев, очень даже приметный зверь И меч, орудие в руках человека одновременно Вот три образа Устрашение и насилие опустошат богатство Так опустиет и дом высокомерного Вот, насилием не сбережешь его, да Моление из уст нищего, только души его Но суд над ним поспешно приближается В смысле, никто не слушает нищего и будут его судить Вот этот греховный мир, да, то есть вот как это все работает здесь Ненавидящий обличение идет по следам грешника А боящийся Господа обратиться сердцем В смысле, тот, кто не слушает обличений Тот, кто их отвергает, он ко греху стремится в конечном итоге Издалека узнается сильный языком Но разумный видит, где тот спотыкается Тоже понятно, наверное, да Вот человека, который умеет говорить Его издалека видно и слышно Строящий дом свой на чужие деньги То же, что собирающий камни для своей могилы Ничего себе А как же ипотека Ее тогда, конечно, не было Но что-то общее у современной ипотеки с этим принципом есть То есть отдавать придется всю оставшуюся жизнь до самой могилы Сборище беззаконных – куча пакли И конец их – пламень огненный То есть куча пакли – то, что легко загорается Одна искра – и все сгорит Путь грешников вымощен камнями На конце его пропусти ада Вымощен камнями, то есть такой гладкий, хороший, удобный Мощеная дорога Но не туда ведет Вот здесь прям набор таких кратких изречений На тему греха и праведности Ну а где грех и праведность – там мудрость и глупость Соблюдающий закон обладает своими мыслями И совершение страха Господня – мудрость Вновь эта мысль, что страх Господний Есть практическая форма мудрости А что конкретно имеется в виду Вот в окружающих главах, где описано, как это устроено Не научиться тот, кто не способен Но есть способность, умножающая горечь Значит, ко всякому учению нужен свой талант Но и некоторый талант он людей не радует Знание мудрого увеличивается подобно наводнению И совет его, как источник жизни Вот мудрость и знание не одно и то же Но мудрость привлекает знание Сердце глупого, подобно разбитому сосуду Он не держит в себе никакого знания То есть знание – это некая, ну как субстанция буквально Это не мудрость Мудрость – это свойство, а знание – просто объем информации Мудрому, конечно, ее усвоить легко Глупому нет Если мудрое слово услышит разумный То он похвалит его и приложит к себе Не просто некое мудрое слово Но мудрое слово, которое в себя воспринято И к себе приложено, оно помогает Услышал его легкомысленно, но оно не понравилось ему Он бросил его за себя, в смысле за спину И мудрое слово не помогло Речь глупого, как бремя в пути В устах же разумного находят приятность Речи разумного будут искать в собрании И о словах его будут размышлять в сердце Вот в чем преимущество разумного или мудрого человека Как разрушенный дом, так мудрость глупому И знание неразумного – бессмысленные слова Дом вроде стоит, но жить в нем нельзя, он разорен Так и мудрость, вроде какие-то остатки есть Но не пригодится Наставление для безумных оковы на ногах И как цепи на правой руке Для них это что-то, что их сдерживает Не пускает туда, куда они хотят На самом деле это инструменты, это нечто полезное Глупый в смехе возвышает голос свой А муж благоразумный едва тихо улыбнется Вот такая сдержанность в проявлении эмоций Это признак разума и мудрости Как золотой наряд наставления для разумного И как драгоценное украшение на правой руке Ну вот, либо оковы, либо золотой наряд, да? В зависимости от того, что за человек Наглупого спешит в чужой дом Но человек многоопытный, постыдится людей Тоже вот ходить по гостям много вредно Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом А человек благовоспитный остановится вне Вежливо постучит Невежество человека подслушивать у дверей Благоразумный же огорчится таким бесстыдством То есть не подсматривать, не подслушивать Это все глупости Устам нагорячивых рассказывают чужое А слова благоразумных взвешиваются на весах Не пересказывать, не торопиться со своими высказываниями Уста глупых в сердце их Уста же мудрых в сердце их То есть в устам глупых в сердце и глупый человек Разболтает все, что у него на сердце А устам мудрых в сердце их А мудрый человек наоборот сначала пропустит через свое сердце Но сердце это не только эмоции, это и разум в библейском языке То есть он хорошенько все обдумает и выпустит из сердца только то, что подобает Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу Какое прекрасное выражение, да? Можно словесно говорить правильно Но проклинаешь сатану, но твоя душа, в общем-то, тебя и губит сатана Это на древнееврейском противник Наушник, но сплетник, мы по-русски сегодня говорим Сплетник оскверняет свою душу и будет ненавидим везде, где только жить будет Здесь вот даже не сказано, что там Господь его как-то накажет А просто все его ненавидят, и душа у него осквернена Вот оказывается, что мудрость и глупость, она прежде всего в речах видна То есть кто что говорит и даже как говорит Гогочит радостно во весь голос или тихонько улыбается Тоже признак мудрости или глупости Но есть, конечно, и много других способов отличить мудрость от глупости Об этом будет много в следующей 22 главе Продолжение следует...